МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Давайте с вами знакомиться. Меня зовут Света, а вас я знаю Кира и Ярослав. Ребята, мы с вами на протяжении 4 дней будем находиться в стране безопасности. Вы знаете, что это за место? Куда вы попали? Нет. А хотите узнать? Да. Тогда я вам сейчас расскажу. Но объяснять буду я не только вам это, но и нашим маленьким телезрителям. Итак, ребята, страна безопасности – это единственное место на Земле, где с вами никогда ничего плохого не случится. На протяжении 4 дней мы с вами будем учить правила безопасной жизнедеятельности практически в любой жизненной ситуации. И плюс ко всему мы постараемся объяснить эти правила нашим маленьким телезрителям. Это первый момент. И второй – очень приятный. У нас с вами конкурс, а это значит, что по истечении 4-х конкурсных дней мы с вами узнаем, кто победит, и этот победитель выиграет главный приз. Но тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Ребята, вы уже не первая команда, которая вступает в нашей стране в борьбу. И все предыдущие игры показали, что бороться, ребята, нужно до самого последнего, чтобы победу можно вырвать даже на финишной прямой. Ясно? Ну что, вы готовы побороться? Да. Здорово. Ребята, нам с вами нужно определиться с темой нашего соревнования. И сейчас мы узнаем о ней, посмотрев небольшой мультфильм. Внимание ваше на экран. Смотрим мультфильм. Здравствуй, девочка. Здравствуйте. Как тебя зовут? Аня. Как интересно. Аня. Хм. Хочешь мороженое, конфетку, шоколадку или чупа-чупс? Хочу. Тогда пойдем со мной. У меня дома много-много разных сладостей. Родители мне не разрешают уходить со двора. И бойся, не надо меня бояться. Я очень люблю детишек. Я так люблю детишек. И так ребята, высказывайте свои предположения, какая же будет тема нашего соревнования сегодня. Кира, как ты думаешь, от исходя из мультика? Надо было остаться возле дома, а не слушать дядю. А она пошла с дядей. Так, Ярослав, а ты что скажешь? Что ей мама не разрешает выходить со двора. А дядя ее так умолял, что она не могла вытепляться и пошла с ним. Ребята, правильно вы сказали. Темой нашего соревнования станет правило поведения с чужими людьми. И первый наш конкурс будет непосредственным образом связан с этим. Итак, каждому из вас я сейчас дам карточки, которые вы должны будете распределить. Каждая на своей доске. Твоя Кира будет вот эта, а твоя Ярослав та. На них написаны слова. Вы должны будете их распределить. Сейчас я напишу. Здесь у вас будут свои люди. Здесь люди, написаны люди. Здесь вы пишете свои, например, там, кого вы считаете своим. А здесь чужие. Так. Чужие. То же самое Ярославу я сейчас напишу, чтобы он знал. С левой стороны будешь своих распределять. Карточки со своими. А справа чужие. Понятно, ребята, суть задания? Например, мама, как вы думаете, это свой человек или чужой? Свой. Свой. Значит, вы напишите здесь. Вернее, не напишите, а карточку сюда магнитиком. Вот у вас магнитики лежат. Сюда прикрепите. А тех людей, кого вы посчитаете чужими, с правой стороны. Итак, ребята, это задание на скорость. Тот, кто справится с заданием быстрее, получит в качестве бонуса еще одну фишку. Ясно? Угу. Итак, подойдите каждый к своей доске. По моей команде вы начнете. Итак, ребята, на старт. Внимание, марш! Я справилась. Так, хорошо, Кира, первая. Ну, подождем уже, пока закончит Ярослав. Но фишку, Кира, за то, что быстрее получишь ты, потому что ты справилась первая. Вот и Ярослав закончил. Молодцы. Ярослав, ты оставайся возле своей доски. Сейчас мы проверим сначала, что у нас у Кира здесь творится. Итак, первая карточка, брат. Правильно, это действительно свой человек. Самый что ни на есть родной, правда? Бабушка, бабушка тоже, несомненно, это свои сестра и мама. Правильно, Кира. Четыре картинки у тебя слева. Итого четыре фишки. Плюс пятая за скорость. А к чужим правильно ли ты распределила? Продавец из магазина. Папа одноклассник и прохожий. Совершенно верно. Молодец. Пять фишек окажется в твоей коробочке. Так, ты остаешься на своем месте. Ярослав, как справился? Брат. Брат у Ярослава свой человек. Бабушка, мама и сестра. Молодец, Ярослав. Правильно. Здесь тоже прохожий, продавец из магазина, одноклассник. Молодец, Ярослав. И ты тоже отлично справился с этим заданием. Ты заработал четыре фишки. Ну что, идемте получать фишки и класть их в ваши коробочки. Кира, сколько я тебе обещала? Пять. Пять. Молодец. Держи, клади в коробочку свою. И Ярославу четыре. Держи, Ярослав. Первый конкурс завершен. Ребята, сейчас я хочу вас познакомить с очень интересным человеком. Он расскажет вам много полезной информации. Вы готовы ко встрече с ним? Да. Да. Хорошо, тогда поворачиваемся к экрану. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Руслан. Вы, наверное, уже поняли, что я работаю в милиции. Но я не просто милиционер. Я начальник инспекции по делам несевершеннолетних. И моя главная задача – не допустить никаких плохих поступков детей и против детей. Я вижу, что вы хорошие ребята, но все равно хочу задать вопрос. Вам уже приходилось сталкиваться с опасными ситуациями в жизни? Да. Ребята, приходилось, да? Да. А для того, чтобы никакие неприятности не случались, с вами и дальше внимательно слушайте то, что я вам хочу рассказать. Итак, мы начнем с самых простых правил безопасного поведения. Наверное, и родители, и учителя во много раз говорили, нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, а тем более идти за ними следом. Старайтесь ходить только в светлое время дня и по улицам, где много людей. Помните, простые правила. Если к вам пристает незнакомый человек, нельзя стоять и молчать. Преступники – трусы. Их тоже можно напугать. Кричите, зовите людей, бейтесь, брыкайтесь, вырывайтесь и бегите туда, где много людей. Надеюсь, что эти правила вам не пригодятся в жизни, но помнить их надо обязательно. Кстати, открою вам секрет. На сегодняшнем финальном конкурсе вам придется вспомнить все то, что я вам говорил. До встречи завтра. Я желаю вам победы в игре и безопасности в жизни. Ну что, ребята, наш первый конкурсный день подходит к своему завершению. И сейчас как раз тот момент, когда мы проверим, насколько внимательно вы слушали дядю Руслана. Этот конкурс называется «Зелено-красный». Я дам каждому из вас в руку по карточке. Одна зеленая, одна красная. Красная и зеленая. Держи, Ярослав. Держите их вот так вот ко мне поверните, чтобы я видела. Разверните их. Вот так. Итак, я, ребята, буду вам читать высказывание, а вы должны будете ответить на него либо положительно, либо отрицательно. Он может быть правильным, а может быть неправильным. Если это утверждение окажется правильным, вы поднимаете, как в светофоре, когда можно найти зеленую карточку, если правильное утверждение. Если неправильное, красную. Красную. Кира, можно? Нет. Нет. Правильно, ты показала красную карточку. Ярослав, Кира была чуть-чуть быстрее тебя, поэтому ты не против, мы ей наручим фишку. Так. Слушайте, ребята, следующую и быстренько реагируйте. Ярослав, настройся. Кира тоже будет внимательна. Итак. Можно садиться в чужую машину к незнакомым людям. Нельзя. Кира была быстрее, Ярослав. Следующая, надеюсь, ты ответишь правильно. Будь внимательна и быстрее реагируйте, ребятки. Последняя. В ночное время надо ходить только по освещенным местам улицы. Молодец, Ярослав. Как мужчина оправдал мои надежды. Давайте посчитаем, сколько же в первый соревновательный день вам удалось заработать фишек. Считать вы уже умеете, я знаю, поэтому давайте-ка самостоятельно. Кира свои считай, а Ярослав свои. У меня семь. А у тебя, Ярослав? Пять. Пять. Ребята, сегодня, в первом нашем конкурсном дне, с небольшим отрывом, всего лишь две фишечки, победила Кира. Ребята, до свидания, до встречи в нашей стране безопасности. Пока. Пока-пока. Одежда для ведущей предоставлена магазином женской одежды «Бурвин», проспект Ленина, 51. Один.